Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Пятница. Вы дикарь, который спокойно себе жил на тропическом островке. И тут, как гром среди ясного неба, вам на голову сваливается Робинзон. Естественно, его нужно поскорее спровадить с вашего дивного островка. Внутри небольшой коробочки три поля и несколько колод различных карт. Для начала стоит выложить на столе три игровых поля. Три карты шагов располагаются стопкой вот таким образом. Карта старения очень глупой возвращается в коробку. Оставшиеся карты делятся на две стопки, семь обычных и три сложных. Они перемешиваются отдельно, а затем обычные кладутся на сложные и все вместе на поле старения. 18 стартовых карт перемешиваются и кладутся на свое поле. 30 карт опасности формируют колоду на своем поле. 20 очков жизни располагаются рядом с колодой атаки, а еще две отдельно. Наконец, из колоды пиратов случайно выбираются две карты, и все готово к прибытию Робинзона. Каждый игровой ход Робинзон будет встречаться с опасностями и пытаться их преодолеть. Он открывает две верхние карты из колоды опасностей, выбирает одну, а вторую отправляет в сброс. На карте опасности слева указано число карт, которые можно открыть из колоды атаки бесплатно, чтобы преодолеть опасность. Уровень опасности указан справа. В первом раунде зеленый, во втором желтый и в третьем красный. Игрок открывает бесплатные карты и сравнивает сумму чисел на них с силой угрозы. Если эта сумма равна или больше силы угрозы, игрок забирает эту карту себе, перевернув. Теперь это его новая карта атаки, которая уходит в его личный сброс вместе с использованными в этом раунде картами. Если же бесплатно одолеть угрозу не удалось, перед игроком встает выбор. Он может сдаться и отдать столько жизней, какова разница между уровнем угрозы и его силой атаки. В этом случае за каждую отданную единицу здоровья он может сжечь, то есть вывести из игры любую карту атаки. Разумеется, это отличный способ избавиться от минусовых карт. Однако сжигание карты старения обойдется не в одну, а в две единицы здоровья. Если игрок считает, что все еще сможет победить, он может заплатить единицу здоровья, чтобы открыть еще одну карту атаки и добавить ее к своей сумме. Так он может продолжать делать сколько угодно. На многих картах, особенно на полученных в ходе игры картах угрозы, есть специальные свойства. Они разыгрываются по желанию игрока и могут значительно ему помочь. Все они, естественно, подробно рассмотрены в правилах, а вот негативные свойства на картах старения играть обязательно всегда. Если у игрока закончатся карты атаки, он добавляет в свой сброс верхнюю карту старения, а затем перемешивает и составляет новую колоду атаки. Как только угроза разрешена в чью бы то ни было пользу, игрок тянет две новые карты и выбирает себе новую угрозу. Так будет продолжаться, пока не кончится колода угроз. Затем перемешивается их сброс и начинается новый раунд. Но теперь уже на желтом уровне угрозы, а потом и на красном. Как только и красный уровень сложности подойдет к концу, игроку предстоит столкнуться с двумя пиратами. Их сила указана на гербе, а количество карт атаки в левом верхнем углу. Пираты, как правило, обладают еще и сильным негативным для игрока свойством. Но лишь последовательно победив обе карты угрозы, Робинзон побеждает в игре и уплывает с острова. А вот если в процессе игры он лишается всего здоровья, а нужно заплатить еще, партия будет проиграна. Пятница – это очень простое в освоении, но достаточно сложное для победы игра ровно для одного игрока. А если она покажется вам легкой, правило уготовили для вас целых четыре уровня сложности. Рискнете выжить на острове уже изрядно постаревшим и с более низким здоровьем. Рискнете выжить на острове.